Следующий доклад о зонотерапии при попиломамо-вирусной инфекции Адриана Шварц, Испания. Теперь. У меня отсюда получше, извините, получше видеться. Уважаемые коллеги, доброе утро всех. Представляю вашему вниманию сообщение на тему зонотерапии при попиломо-вирусной инфекции. Я попытаюсь по-русски. Буду снимать несколько работу для транслятора. Пожалуйста, следующее. Как известно, вирусы попиломы человека являются глобальной проблемой современности. На сегодняшний день предполагается существование ста подтипов вируса попиломы человека, обладающих, согласно геномой характеристике, различной вируленностью и неодинаковой онкогенной силой. Генотипы с высоким риском возражений встречаются в 90% случаев рака шейки матки. В частности, генотипа 16 является наиболее вируленно. Рак шейки матки занимает 10 по частоте месту среди женщин в Испании, в частности, а второе место среди женщин в возрасте 15 до 44 лет. Следующее, пожалуйста. Обратимся сейчас к статистике. Что статистики нам говорят? Около 610 тысяч случаев возникновения онкологи в год, которые представляют 5% всех ракой заболеваемости, были относены к попилому вирусной инфекции, и из них более 80% приходится на развивающие страны. По оценкам, около 2,7% женщин инфекцированы вирусом попилома шейки матки в каждом моменте времени, а 63,1% инфекционных раковых заболеваний шейки матки относятся к генотипам 16 или 18. В Испании женщины в возрасте 15 лет и старше входят в группу риска по развитию рака шейки матки. Следующее, пожалуйста. Поговорим сейчас о характеристиках вируса попилома человека. В настоящее время известно, что вирус попилома представляет собой небольшую круговую двухсыпочную ДНК без оболочки, содержащую приблизительно около 8000 пар оснований и 8 генов. Клеткой, мещенью вируса попилома является кератиноцид эстратифицированного роста. Как так, этот вирус нуждается в подобной эстратификации для созревания и размножения. Клеточный рецептор вируса попилома является интегрин альфа-6-бета-4 на поверхности кератеносидов базального слоя. Как только вирус попадает в клетку, он запускает серию механизмов обмана системы безопасности клетки, что позволяет ему уклониться от иммунного ответа и интегрироваться в человеческую ДНК, чтобы выжить и размножаться. Следующее. Цель применения озонотерапии при попиломовирусной инфекции можно сформулировать следующим образом. Проверить эффективность применения озона как самостоятельно, так и в сочетании с другими мерами лечения попиломовирусной инфекции чайки-матки у пациентов, не имеющих спонтанную ремиссию через год после постановки первоначального диагноза. Остановить размножение вируса и заражение новых клеток. Замедлить активацию толподобных рецепторов и избежать чрезмерной активации NF-KB, трансдуктора нуклеарного фактора. Следующее. Для оптимизации Т и Б зависимого иммунного ответа необходимо улучшить степень презентации антигенов. Тоже нужно сбалансировать иммунный ответ с учетом хронических инфекций и сопутствующих заболеваний. И, на конце, нейтрализировать продукцию вирусных онкопротеинов, участвующих в возникновении и прогрессировании опухолевого процесса. Следующее. Кератеноциды, которые являются непрофессиональной антиген, представляющей клетки, обычно не имеют на своей поверхности комплекса гистосовместимости а второго класса. Однако, при определенных условиях, возможно, при усиленной экспрессии противовоспалительных медиаторов, молекулы HLADR, которые обычно обнаруживаются в антиген, презентирующих клетках, экспрессируются на поверхности кератеноцидов. Целью осонотерапии в данном случае является препятствование появлению молекул HLADR на поверхности кератеноцидов. В случае сервикальной неоплазии, связанной с вирусом папиллома, это связано с прогрессированием заболевания. Следующее, пожалуйста. Нашим авторским коллективом было проведено одноцентровое проспективное нерандомизированное исследование с применением озоновой и одеванной терапии. Лечение получали 30 пациенток в возрасте от 35 до 75 лет с диагнозом вирусом папиллома человека в периоде с октября 2016 года до февраль 2017 года. Следующее. Критериями включения пациентки в исследование являлись первая сервикальная и интрапитериальная неоплазия, первой до третьего степени, подтверждение ситологии, развитие заболевания от 8 месяцев до 5 лет, отсутствие какого-либо дополнительного лечения. Критериями исключения ислужили получение пациентки от альтернативного лечения, отсутствие ситологических анализов и невыполненные пациенткой рекомендации врача. Следующее. Протоколь лечения. Мы разделили группы на две, пациенты на две группы. Первая группа была оправдана с зоном плюс интегративная терапия. Были, участвовали 20 человек на этой группе. Было выполнено 10 зоновых вагинальных инсуфляций, 6 сезонов осунированного физиологического разбора и внутриверного 2 раза в неделю, доза 0,4 и 0,8 мг, внутриверное введение глутатиом восстановлено 600 мг, витамин С 1 г, синк 5 мкг, селенин 100 мкг, инфуция 2 раза в неделю. Микроиммунная терапия. И здесь мы использовали гомеопатические препараты, очень известные в Испании и Франции, которые называются 2L-PAPI в течение 3 до 6 месяцев. Ежебнедное интравагинальное применение с зоновированного масла от 600, индекс, педоксидативного индекса. Ежебнедное применение гелия с эпидермальным фактором роста для того, чтобы сохранить, сохранить и ротации вагинального эпителия. Следующий. А второго группа. Это были пациенты, получавшие лечение исключительным озоном. Составлялись 10 человек. Получали только 10 озоновых вагинальных инсуфляций в концентрации 20 мкг на мл при непрерывном введении 200 мл на минут в течение 10 минут. Ежебнедное интравагинальное применение озонированного масла тоже самое от 600 педоксидативных индекса. И здесь мне нужно замечать, что вот это масло уже зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Следующий. Характеристики исключенных групп. Первая группа возрастной диапазона была от 29 до 75 лет. В середине возрастов было 45 лет. В сервикальной интравидеальной неоплазии в СИН-1 были 9 человек. В СИН-2 10 человек. В СИН-3 1 человек. Во второго группа контроля, исключительная обработка в зоне диапазона возраста было 27 до 41 лет. В середине возраста 35 лет. В сервикальной интравидеальной неоплазии в СИН-1 были 4 человека. В СИН-2 5 человека. В СИН-3 1 человек. Следующий, пожалуйста. Распределение пациентов по критериям успешности лечения мы считали положительной. Таких, которые оказались отражительной. Ситология через 3 месяца после окончания терапии. Первая группа обработанная с сезоном плюс интегративная терапия были 16 из 20, которые являлись 80% всего. А вторая группа лечили исключительно с сезоном. Были 6 из 10 человек, которые являются 60% всего. Вот эти данные прямо замечательные. Следующий, пожалуйста. Эта таблица показывает основные результаты лечения пациенток в сервикальной интравидеальной неоплазии. С полной выздоровления от СИН-1, 2 и 3 в первая группа с интегративной терапией были 16, а вторая группа 6, которые являлись, как мы уже сказали, 80% всего. Переход СИН в меньшую стадию в первая группа были 2, а вторая группа, только за сезоном, был 1, которые являлись, составлялись 13,3%. Переход СИН-2 в СИН-3 были 1 человека в каждой группе. Ну, в этом случае мы прижигали поражение. При прижигании поражение. Сохраненные результаты в первой группе были СИН-1, 1 человека СИН-2 и 1 человека СИН-3. И здесь мы подвергались одной конденсации чайки-матки в случае в СИН-3. И в конце был один пациент с гигантской кондиломой акумината, генотип 11, с полным разрешением на 21 день. В этом случае я должна сделать хирургическое давление и затем обработка озенированной водой с маслом и маслом 800 перуседатив индекса. Пожалуйста, следующее. И здесь мы можем увидеть, как это протекло, что это было огромное кондилома акумината. Это невозможно лечить другого без хирургии. Но, что было замечательно, что на 21 день было полностью решено. Тоже мы сделали озенирование физразбора, внутривенно озенирование физразбора. В нашем обычном лечении в бензине этого было бы невозможно достигать вот эти результаты, которые на очень короткое время. Пожалуйста, следующее. Как заключение, мы говорим, что хотя количество пациентов не столь велико и не позволяет сделать однозначный вывод, показано, что зонотерапия эффективная в группе пациентов с очень сложным течением заболевания без спонтанной ремизии. Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее благоприятными были результаты группы пациентов, которые получали комбинированную терапию. по-видимому, из-за синергии комплементарных методов лечения, которые были применены. Следующее. Наконец, следует подчеркнуть, что терапия зонам простая, экономическая и эффективная. Она была весосложнение и воспринята всеми пациентами. А полученные эффекты оказались стабильными. Во своем исследовании мы также показали возможности совмещения зонотерапии с другими методами лечения, что делает процесс еще более результативным. Следующий. С Мадрида. Следующий, пожалуйста. С Мадрида, Испания. Большое спасибо вам за вашим вниманием. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ